Накануне сотрудники территориального центра социального обслуживания населения московского района города над Бугом со светлым праздником поздравляли матерей, которые воспитывают одаренных детей. Тех, которые помогают своим мальчикам и девочкам продвигаться к творческим или спортивным вершинам, прославляя родной город и страну. В этот действительно светлый семейный праздник мы хотим с большущим желанием высказать слова признательности всем матерям, потому что это те люди, которым дети благодарны всю жизнь, о которых вспоминают всю жизнь с любовью и с нежностью. Вы знаете, ценности одна у нас, самая большая ценность – это семья, все воспитывается в семье, и поэтому и задача каждого семьи – воспитать достойного человека. Семья Наварка на праздник прибыла практически в полном составе. Глава ячейки общества Сергей Васильевич убежден, что такая сплоченность, поддержка и желание всегда быть рядом и есть секрет простого семейного счастья. Признается, что именно жена – душа и сердце их домашнего очага, и, безусловно, в такой день все внимание, забота и любовь отданы ей. Конечно же, хочется пожелать, наверное, терпения, прежде всего, потому что у нас семья одни мужчины, у нас мама только одна, у нас еще есть старший сын, которому 18 лет сейчас. Ну вот, хотелось бы пожелать, чтобы в нашей такой вот мужской компании все-таки жилось как-то полегче. Всего за праздничным столом собралось почти два десятка счастливых мам. Повышенное внимание их чуть смущало – они отнюдь не считают себя героинями. Говорят, что просто стараются вырастить и воспитать достойных людей. Однако, принимая поздравления от своих чат, эмоций все-таки не скрывают, наверняка испытывая гордость за успехи самых родных и любимых людей на планете. Вообще, самое большое счастье любой женщины, любой мамы – иметь в принципе ребенка для мамы, каждый, любой ребенок – это большое счастье. Ну а если ребенок развивается в какой-то определенной стезе и проявляет себя, и у него есть какие-то конкретные успехи, это действительно приятно, это гордость, это важно. Безусловно, все песни, стихи и музыкальные композиции в этот день звучали в первую очередь для тех, кто находился на празднике. Но организаторы уверены, что каждое теплое слово, произнесенное в ходе концерта, было адресовано всем белорусским женщинам, которые могут с гордостью сказать «Я – мама». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!